грудная клетка которой мы посвящаем наше занятие это место где находится она хата чакра о котором я много говорил и еще раз скажу дело в том что она хата чакра курирует вайю вайю это первый элемент который курирует все перемены я прошлый раз две недели назад об этом рассказывал все перемены в жизни исходят отсюда слышите меня внимательно все люди рассчитывают на раз два три 4 5 жизнь все без исключения никто не хочет быть больным бедным несчастным корпулентным политкорректно выражаясь и умереть завтра в страшных судорогах ни один не хочет и тем не менее это происходит потому что все намерения человека все цели все желания желание это кама кама это всегда ваю вращи это ваю это ведь это вот отсюда исходит все желания человека это означает что если здесь не в порядке то желание человека будут не очень правильными и будет не очень много шансов на их осуществление это объясняет почему раз два три 4 5 ни у кого нет а что же является главным вот здесь в анахата чакра читали мою последнюю мудрость читаете мои сутры вообще нет читали да что там я пишу что любовь универсальный растворитель если вы открываете библию там на первой странице написано что бог есть любовь вот если здесь есть любовь тогда здесь все в порядке и с сердцем у мужчин и с тем что на груди выросло у женщин а когда здесь этого нет тогда все опадает мужчины и женщины умирают но перед тем как умереть они делают массу ошибок потому что их устремление их мечты надежды и желания ваю контролирует анахата чакра а если здесь нет любви то анахата чакра чувствует себя плохо значит это этот орган не может произвести ничего хорошего вы поняли что я сказал сейчас у вас мог что должна сейчас произойти трансформация сознания как минимум а вы знаете как а меня никто не любит и я никого не люблю никак не могу уже 20 лет замуж это следствие это не причина еще раз повторяю если девушка не может выйти замуж ее никто не любит это следствие это не причин если немного говорю потому что жарко чтобы меньше работы это следствие потому что жизнь из отражения кармы человека отражение его сознания если в сознании человека есть любовь она будет жизнь она вот здесь находится посмотрел и сразу видно есть она там или нет потому что светится когда есть а когда нет там мрачно все если здесь есть любовь значит вас будут в жизни любить и вы будете любить кого а если здесь любви нет то и в жизни и не будет никогда по той простой причине что жизнь из отражения сознания в сознании есть любовь и есть в жизни нет в сознании нет и в жизни встает главный вопрос а как я могу любить кого-то из меня никого нет вот потому то и нет опять путают люди причину со следствием потому что как комары летят на свет так мужчины летят на любовь и женщины тоже так откуда взять тогда эту любовь что делать со всем этим слышите меня внимательно потому что то что я сейчас рассказываю это самое важное важное в вашей жизни важнее этого нет ничего абсолютно что является источником любви не бойфренд и не гилл френд они следствие они никогда не были не являются и никогда не будут причины никогда потому что жизнь из отражения сознания источником любви является бог потому что в библии на первой странице написано что бог есть любовь и поэтому если в сознании человека есть бог у него автоматически в сознании появляется любовь автоматически ничего делать не надо а самым первым следствием наличие любви в сознании является любовь к себе потому что если человек любит себя то он может и кого-то любить а если он себя не любит он никого не может любить не чем любить понимаете не чем как деньги можно дать только тогда когда они есть если их нет то их невозможно дать можно только взять что и происходит в отношениях и это является главной причиной катастрофы в отношениях которая происходит на ваших глазах а дальше будет еще хуже но это отдельная тема бог есть любовь все элементарно если в вашем сознании будет бог вы будете любить себя если вы будете любить себя и вас будут любить и вы будете любить потому что у вас в сознании будет любовь и она будет соответственно в жизни как туда попасть как эту любовь получить понимаете понимаете вот почему я тридцать четыре года консультирую людей сорок шесть лет я этим всем занимаюсь отношения проблема номер один в мире просто не номер один а супер номер один и если за эти три четыре года все стало еще в десять раз хуже в десять раз чем было тридцать лет назад в десять раз хуже что будет через десять лет наверное в сто раз ну там же сказано в хавище пурами что скоро отношения между мужчинами и женщинами закончится совсем и люди перестанут размножаться естественным образом перестанут ну что мы уже и наблюдаем вот и проблема заключается в том что люди ищут любовь в отношениях а в сознании у них этой любви нет и поэтому они вместо любви могут найти только одно разочарование больше ничего и поэтому все отношения которые не строятся на том о чем я рассказываю они обречены это вопрос только времени и степени удара как с какой силой будет удар и соответственно какое будет потрясение потому что люди имитируют любовь они имитируют любовь у них нет любви они играют в любовь через какое то время им надоедает в среднем через полтора года по статистике точно видите глаз в традиционный сценарий мы будем делать сейчас одну очень важную вещь точно мы будем делать специальную процедуру на то чтобы получить доступ к этой любви самое интересное заключается в том что эта любовь есть у каждого не надо за ней никуда ходить не надо никуда ходить искать любовь не в кафе не на танцы не в тиндер и куда там еще ходят не знаю какие знаю вот мне рассказывали тиндер есть какой-то вот мы будем искать точнее не искать открывать то что есть у нас сознание у каждого туда надо просто обратить свое внимание ничего не надо создавать ничего не надо внушать это всегда есть потому что в библии сказано что бог есть любовь и из любви он сделал человека то есть любовь внутри у нас у каждого есть надо туда добраться как все ищут все стремятся туда добраться но все ищут не там в кафе на танцах и в тиндере нету там никакой любви не было нет и не будет там разочарование будет только лишь потому что там люди играются в отношения играются в любовь и еще черт знает во что в секс играются понятия не имея никакого о нем поэтому это рано или поздно плохо кончится ну так оно и происходит на самом деле в санатанадхарме есть эта процедура и она имеет прямое отношение к нашим занятиям потому что любовь находится вот здесь в сердце анахата чакрам это то место где находится любовь в каждом из вас всегда но люди почему то ищут ее не там а где то в другом месте и очень удивляются почему они ее не находят ну когда там двадцать тридцать ну может быть еще есть надежды но в сорок уже нет потому что в каждой женщине тикает таймер тик так тик так тик так тик так тик так каждый день особенно по ночам и особенно в день рождения девушки очень не любят день рождения и это правильно надежды проходят уверяю вас я это за тридцать четыре года видел уже у двух поколений потому что они там ищут а там где надо искать об этом никто не знает и вот сейчас мы будем делать специальную процедуру которая имеет прямое отношение к нашим занятиям потому что вот то о чем я рассказываю находится на самом деле вот здесь вот тут точно но надо туда добраться вот мы сейчас туда и полезем а чтоб туда полезть нам нужно будет сейчас сделать одну очень интересную мудру смотрите и слушайте внимательно внимательно